Этим малышам от трех до шести лет. Они с любопытством встречают гостей и широко открытыми глазами ловят каждое слово воспитателей. Десять ребят уже многие месяцы живут в социальном приюте, который уже успел стать для них домом. Многие до конца не осознают, куда пропали их родители, но часто подходят с этим вопросом к воспитателю. А те не знают, как сказать, что для их родителей бутылка с горячительным напитком оказалась дороже собственных детей. В этом социально-педагогическом центре есть еще группа мальчиков и девочек постарше. В каждые по девять человек, плюс малыши. Воспитатели говорят, что свободных кроватей здесь никогда не бывает. Зачастую спальные места попросту доставляют. В нашем социально-педагогическом центре с отделением детский социальный приют находятся дети, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Чаще всего это дети, родители которых не могут выполнять свои обязанности по воспитанию и содержанию детей. Бывает, что одинокому родителю нужно пройти курс лечения. Тогда ребенок может быть помещен к нам. Бывает, что родитель, к сожалению, умер и у ребенка нет второго родителя или нету родственников, которые могут забрать его к себе на опеку. Или до определения самой опеки этот ребенок помещается к нам. Дети здесь могут находиться до полугода. Конечно, многие настолько привыкают, что новость о том, что малыш должен вернуться не домой, а уехать жить в детский дом, становится стрессом. Здесь у каждого своя история, о которой ребята постоянно думают, но мало кому рассказывают. Например, мальчик Паша попал сюда вместе с сестрой. Притом уже во второй раз. Его родная мама сильно пьет и однажды настолько избила парня, что тот оказался сотрясением мозга в больнице. Через некоторое время произошел рецидив, но пострадала его сестра Саша. Теперь ребята ждут решения суда. Их отец, скорее всего, будет также лишен родительских прав. Сам Паша категорично отвечает на вопрос, хочет ли он вернуться домой. А вот где лучше, тебе дома или здесь? Дом сегодня. Мне с тобой больше. Хочешь вернуться домой? Нет. Не хочешь? А здесь тебе чем нравится? Ну, телевизор, друзья, мальчики с вами дружат. Я тоже с ними дружу. А как тебе воспитатели, как директор? Нормально. А у тебя какие-то проблемы в семье были с мамой? Ну, они пили. Мама приходила с собой пьяная в 11, где-то в 12. А у тебя еще сестренка есть, да? Да. И она тоже тут. В похожей ситуации оказался и Ярослав. Только его мама была лишена родительских прав еще при рождении мальчика. И воспитанием занимался отец. Мужчина тоже пошел по кривой дорожке зеленого змея, за что у него забрали сына. Пока он безработный, но есть еще время встать на путь истины и забрать Ярослава домой. На вопрос, что с тобой случилось, маленький мальчик отвечает по-взрослому. Мой папа начал пить, но я из-за этого и попал сюда. А мама что? Мама с тобой вместе не жала? А мама лишена была, когда я родился. Она дала меня папе, потому что... Ну, суд так решил... Пришла на суд, не какая. И суд решил отдать мне папе. Хорошо, а тебе вообще здесь нравится или нет? Конечно. Тут же на хоккей бесплатно ходишь. И тут месяц по 10 рублей выдают. Кстати, у Ярослава есть и заветная мечта, которую он сам обязательно хочет исполнить. Стать танкистом и служить нашей Родине. И все. Несмотря на всю открытость и добродушность этих ребят, пугают их не по годам взрослые рассуждения. Они никогда не упрекают своих мам и пап за разбитое детство. Впрочем, многие родители даже не навещают своих детей. Последние нити разума пытается вытащить из, мягко говоря, никудышных родителей директор приюта. У администрации воспитателей нет вопроса в общении с родителями. Я понимаю, что когда дети помещаются к нам, многие родители обижены на то, что произошло это отобрание. Не все родители, употребляющие алкоголь, готовы осознать свою проблему. И мы работаем над этим. У нас проводится коррекционная работа педагогам-психологам, педагогам социальным с этими родителями. Родители, естественно, приходят регулярно на консультации к администрации учреждения. Несмотря на все усердия администрации вразумить таких родителей, далеко не все дети возвращаются домой. Всего половина будет жить в семье, а остальных ждут детские дома или дома семейного типа. И все благодаря таким любящим мамам и папам, которые думают только о себе и о спиртном. Назревает лишь один вопрос – стоило ли это загубленного детства детей? Мирослава Коваленко, Григорий Пекарский, телекомпания БУК-ТВ.